И доказать, что русские не лыком шиты, наши мужчины всегда были готовы на подвиги. Изобретали лучшее в мире оружие, собирали рекордные урожаи, добывали 100 тонн угля за смену, строили атомные электростанции и даже полетели в космос. Но успеха добились тихие и скромные русские женщины, совершенно не прилагая к тому усилий. Самый красивый и самый поэтичный стереотип о нашей стране – восхитительные русские женщины. Они всегда казались чудом. Это были экзотические птицы из далекой заснеженной страны. Изредка залетая в Европу, они буквально сводили всех с ума. Символом русской женственности стал ансамбль «Березка», который с триумфом объездил весь мир. Зрители, как завороженные, смотрели на сцену. Было невозможно поверить, что эти девушки – из плоти и крови. Казалось невероятным, что эти прелестные и хрупкие создания способны выжить в спартанском быте СССР. Можно судить по нашим мамам, бабушкам, которые в свое время тянули на себе все хозяйство, быт. Я не знаю, они работали, стояли потом в очередях в разных, в это время тащили авоськи, при этом консервировали, крахмалили, гладили, стирали. При этом они еще успевали за собой следить, при этом они успевали накладывать какие-то маски. Другой испанский гений Дали буквально сошел с ума от эмигрантки Елены Дьяконовой. Она называла себя гала, праздник. Говорят, ее внешность была далека от классических канонов. Ну и что же? Чтобы быть красивой, русской женщине не обязательно даже быть красивой. Безусловно, славянские корни, естественно, дают о себе знать. Ну и, конечно, наши женщины из-за недостатка возможностей в свое время научились себя поддерживать. То главным русским сувениром тоже стала женщина – матрешка. Итак, мы начинаем программу нашего «Голубого огонька» с вручением вам традиционного русского сувенира. Во всем мире ее знают как традиционную русскую куклу. На самом деле, расписному символу России чуть больше ста лет. Матрешка – ровесница автомобиля, радио и Эйфелевой башни. Ее история началась в усадьбе русского предпринимателя Саввы Мамантова. Родственница знаменитого мецената привезла из путешествия диковинку – деревянную японскую фигурку мудреца Фукурумы. У мудреца, как положено, было несколько тел – физическое, астральное, ментальное. А чтобы не растерять их, он носил одно поверх другого. В доме Мамонтова Фукурума попался на глаза художнику Малютину. И ему в голову пришла счастливая идея – переделать японского мудреца в русскую куклу. Франция увидела матрешек раньше, чем Россия. В нашей стране их начали массово производить после того, как они получили медаль на выставке в Париже. В общем, происхождение матрешки подкачало по всем статьям. Оно совсем не русское и далеко не народное. Но, по иронии судьбы, именно ей суждено было стать русским народным символом. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы эти традиции, наши матрешки, оренбургские платки, хохлома – все это продолжало свою жизнь, продолжало свою историю. И мне бы очень хотелось, чтобы наша страна ассоциировалась с красной икрой, с черной икрой, с хлебом с солью, гостеприимство.